Время чудес. В холле 11-й школы вырос волшебный лес. Причем, что не дерево, то исключительно новогодняя красавица. Более 60 елок разной фактуры, длины, цвета и формы. В роли творцов выступили дети, а помогали им их родители. Каждый класс 1 по 11 представил свой вариант креативной елки грядущего года. Сегодня участники строгого жюри определили автора самого необычного новогоднего дерева. Слово Натальи Худяевой. Ну, в общем-то, простая елка. На каждой игрушке фотография детей этого класса. Видите, интересно, правда? По этому сказочному лесу можно бродить часами, останавливаясь у каждого новогоднего дерева. Заворожено смотреть и до последнего не верить, что всю эту красоту дети сотворили своими собственными руками. Ну и елка, которой мы тоже очень гордимся, восхищаемся. Елка из галстуков. В этом году школьники проявляют небывалый полет фантазии. Ограничений в выборе подручного материала нет. В ход идут не только отцовские галстуки, бабушкины пуговицы и мамины макароны. Сказочные деревья мастерили из воздушных шаров, веников, лавровых листьев, зубочисток, пенопласта, газет и многого другого. На конкурс «Креативная елка-2015» заявлено более 60 работ. В каждом классе с первого по десятый жюри выбрало лучших. Первый В-класс, пожалуйста, ко мне подходит. Подходит. Замечательно. Вашу руку. Поздравляю. Вашу. Давайте эту руку. Сотворить сказку может только тот, кто в нее верит. Первоклассница Анжелика заботливо осматривает новогоднее дерево, сделанное ее классом. Самая спортивная елка-елколыжница заметно выделяется на фоне своих соперниц. Новогодняя красавица колкостью не славится. Берет домашним теплом. Ведь сделано из тапочек. Мы, во-первых, не смотрели в интернет, мы сами придумывали, что если мы любим спорт, ну и елка пусть тоже будет спортивная. И мы след вырезали, всем одноклассникам моим давали и делали следы. А потом мы ее просто украшали, там глазки делали из бенопласта, леснички из проволоки. Свою елочку-балерину Екатерина Касьяненко делала вместе с родителями. О призовом месте не думали. В первую очередь хотелось удивить всех. И надо сказать, получилось. Елка в числе победителей. Но в школе она долго не задержится, а отправится к тем, кому новогоднее настроение сегодня важнее. Скорее всего, детскому дому. Просто у детей нет этого праздника. И хотелось бы, чтобы они все-таки ощутили этот праздник и были счастливы. Ну и с какими пожеланиями бы ваш класс передал эту елку в детский дом? Я думаю, скорее всего, счастье, чтобы их все мечты сбывались, чтобы у них все было просто великолепно. Каждая новогодняя елочка найдет свое дальнейшее применение. По традиции, большая часть из них послужит подарком маленьким пациентам детского соматического отделения, вынужденным встречать Новый год на больничной койке. Другие украсят столы классных руководителей и учителей. Любимая елочка, конечно, есть. Но я вам не скажу, какая, дабы не обидеть никого. Но я очень смею надеяться, что эта елочка будет украшать мой кабинет. Во всяком случае, скажу вам по секрету, ребята мне это пообещали. В этом году организаторы хотели поменять формат конкурса и предложить школьникам смастерить символ наступающего года. Но в последний момент передумали. И, судя по результату, не напрасно. Волшебный лес создает в школе особую атмосферу. Атмосферу сказки, которая вот-вот войдет в каждый дом. Наталья Худяева, Николай Александров, служба новостей «Импульс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова